здравствуйте друзья вы на ньюсейдер я александр кушнарь у нас в гостях эмиль шлеймович главный редактор израильского издания детали это да здравствуйте еще раз и так эмиль давайте мы поговорим с вами о том что происходит в украине почему я хочу с вами поговорить об этом вы в последний раз мы беседовали как раз тогда когда было очередное обострение в израиле и вот там террористы обстреливали израильскую территорию и вот первое что хотел бы спросить у вас как вы думаете вот израиль который тоже неоднократно уже за свою 70-летнюю историю участвовал в оборонительных войнах да и успешно отставил свою территорию вот то что происходит у вас можно сравнить с тем что происходит в украине или то что происходит в украине намного страшнее и тяжелее вот даже с точки зрения того как оборонять территорию ну судя по тем разрушениям и тому количеству жертв которые мы видим в украине конечно тяжелее у нас нам все-таки удается избегать таких жертв украина недостаточно все же была на мой взгляд готова к этой войне несмотря на то что до подготовилась несмотря на то что еще вот ну за несколько месяцев до начала этой эскалации начала этой войны я общался с одним из украинских деятелей там он подтвердил что украинская армия боеспособна чтобы уровень боеспособности там вырос что она готова к затяжной оборонительной войне и выдержит натиск но может быть не готова на данный момент еще обид самостоятельно донбасс скажем и луганск мы говорили тогда об этом известно что в украине в последний момент буквально успели провести вот закон по поводу создания терр обороны известно что там за последние годы улучшили довольствие солдат им подняли но элементарно реформировали армейскую кухню солдаты сыты как бы у них нормальное меню и просто как бы в четыре раз по моему если не больше в пять раз увеличивались суммы которые выделяют на это там осталось очень много нерешенных вопросов к началу войны я знаю что там завис вопрос добровольческих батальонов их статус был не до конца все еще определен что плохо с обоих как бы сторон потому что с одной стороны теряется очень серьезный потенциал армейский а с другой стороны возникает такой разброд нельзя позволять вооруженным формированием существовать автономно если кто-то знает немножко вот еврейскую историю у нас был один такой трагический инцидент в истории это когда было обстреляно судно альталена на которой евреи привезли себе оружие но это была попытка положить конец разрозненности разных вооруженных формирований и сформировать единую хагану и поскольку там бегин вез оружие для себя а бен-гуре он был с этим не согласен пошли вот даже на такие крайние меры армия должна быть одна закон должен быть один они должны подчиняться но в принципе да каким-то образом украина все-таки смогла нарастить свою армию до такой степени чтобы чтобы сдерживать этот натиск что касается жертв и разрушений понимаете дело даже не только в том что у израиля более сильная система противоракетная или противовоздушной обороны на что все время указывают том числе наши украинские друзья когда говорят почему же вы нам не даете эти системы дело еще и в том что в частности у хамаса все-таки послабее мощности которыми обстреливают я напомню что вот как раз в прошлый раз значит они попытались придумать как проломить защиту вот этого железного купола и поняли что если стрелять массированными залпами то есть вероятность что какая-то ракета все же прорвется и у нас если я не ошибаюсь в итоге был один из погибших это в общем-то большой показатель по сравнению с предыдущими эскалациями то есть все эти просьбы что дайте нам пожалуйста купол они мне кажется не очень правильными потому что купол он эффективен он эффективен для одиночных выпусков то есть грады и катюши это да наверное один и тот же вид ракеты плюс-минус до реактивная вот эта дура которая летит но как бы интенсивность совершенно разная но не говоря уже о том что израиля просто нету в достаточном количестве этих систем для того чтобы их отдать как бы и не освободить не оголить какие-то участки свои неба ну вот в этом наверное разница ну и плюс территория конечно несравнимо да то есть в израиле простреливается практически вся страна с двух сторон она точно вся простреливается если предположить одновременные действия хамаса из газа и хизбал из севера то они обе могут дотянуться до центра и каждый со своей стороны может подвергать всю территорию израиля обстрелом украина страна большая как бы и россияне просто увязли мы это видим мы этому рады но как бы это тот случай когда территория играет против врага вот вы бы сейчас что рекомендовали украинцам учитывая израильский опыт борьбы или здесь он не применим я не военный поэтому не думаю что мои советы им сильно помогут существует очень много разных тактик я думаю что украинцы замечательно утилизуют там наступающую армию украине нужно больше больше более им нужно больше систем пво им нужно больше систем про им нужно системы поражающие танки насколько я знаю них получают с первого же дня войны как бы ну вот то что у украины было свое пво все-таки до 51 если не ошибаюсь батарея была на вооружении может они не слишком продвинутые но это то что в конечном счете спасает страну потому что ну скажем грузия пала под натиском российской армии в 2008 году не потому что грузины хуже воевали а просто потому что но если вы знаете там значительная часть техники перебрасывалась по туннелю да и пожечь ее и заблокировать в этом туннеле не составляла в общем-то особенного труда но была угроза озвучена абсолютно прямо о том что если грузия на это пойдет то бомбежки будет подвергнут тбилиси а пилиси не прикрыть системами пво как минимум не был прикрыт на тот момент страна маленькая страна не богатая как бы и вот из-за этого просчета и для того чтобы не позволить просто уничтожить столицу грузины фактически позволили россиянам зайти на их территорию исход войны был предопределен у украины слава богу этого не произошло но я надеюсь что после того как они выиграют эту войну так или иначе они займутся всерьез гораздо более плотный гораздо более серьезным укреплением своей армии потому что будем говорить откровенно враг у них на границе стоит давно враг которого не давно оккупировал часть территорию можно было озаботиться чтобы у армии было больше оружия быстрее мобилизация быстрее вывоз людей больше по убежища и так далее видимо все-таки никто не ожидал что путин дойдет до такого безумия ну как бы это видимо не прогнозируем а вы ожидали что он может дойти до такого а никто не ожидал то есть максимальные прогнозы которые существовали были прогнозы эскалации были прогнозы что может быть он попытается захватить еще какой-то кусок земли может быть он попытается пробить там сухопутный коридор нигде у нас за три дня по моему до начала войны было очередное заседание военно-политического узкого кабинета это я напомню уже после того как посольство израиля было вывезено из киева например да то есть имелась какая-то разведывательная информация и вот за три дня до начала войны в кабинете люди говорили что нет полномасштабной войны не будет рассматривались другие сценарии в украине насколько я знаю тоже не было таких прогноз то есть даже получается израильская разведка не ожидал и насколько мне известно может быть израильская разведка ожидал насколько мне известно на правительственном уровне вариант полномасштабной борьбы со штурмом киева не рассматривалась а как вы думаете почему вот даже допустим израильские чиновники не рассматривали такой вариант. Потому что все-таки у вас очень сильная разведка и, как сказать, все сценарии отрабатываются. Вот что такое было, что мешало всем разведкам мира, кстати, кроме американской. А считать, что Путин пойдет на такой шаг? Возможно, неправильно составленный психологический портрет Путина. Не могу ответить на ваш вопрос, поскольку, опять же, не имею информации о том, какие данные были у разведки и что конкретно говорилось на этом заседании. Насколько мне известно, я просто ни от кого, ни off the records, ни Куарна нигде не слышал предположений, ну и в прессе нигде не видел, что такое может быть. Но, тем не менее, вот так вот случилось. Вот не так давно сказали, что, причем сказали на таком высоком официальном уровне, что Путин, россияне, вот в этой войне они хуже ИГИЛа, то есть хуже террористов. Что такое террористы? Опять же, израильтяне не понаслышке знают. Вот вы бы согласились, что это тактика террора или даже хуже? Конечно, несомненно. Смотрите, во многом хуже ИГИЛа. Я объясню, почему. Во-первых, давайте не будем совсем уж недооценивать ИГИЛ. Они звери, они совершали вот эти свои ужасные преступления, но это идеологизированная структура. Это, условно говоря, сегодняшние современные большевики. Почему их идеология так восприимчива очень многими, в том числе молодыми людьми в мусульманских странах? Потому что их глобальная идея заключается в установлении справедливости. Они борются с коррумпированными режимами в тех же исламских странах. Они стремятся к определению, отсечь воровство, например, и на подконтрольных им территориях. На самом деле не воровали. Другое дело, что добивались этого какими-то невменяемыми методами, для нас невменяемыми. Но это большевики, это идеология. В то время как у современной России идеологии нет или она, условно говоря, вторична. Она пятое колецо в телеге, которую прикрепляют к желанию захапать что-нибудь еще. Вся российская внешняя политика на сегодняшний день у нее, она вывернута, на мой взгляд, потому что, во-первых, не война является продолжением политики, а МИД является таким продолжением войны, а все действия ограничиваются тем, что вот здесь находится месторождение, мы его давайте захапаем для того, чтобы оттуда качать нефть, значит, а потом дальше это будем каким-то образом оформлять политически. Это то, что происходило в Сирии, это то, что происходило в Ливии, то есть войска просто входят на то, что происходило в Центральной Африканской Республике, то есть войска просто приходят, заключают договоренность о концессии с теми или иными повстанцами или с теми или иными правительственными структурами и начинают предоставлять военные услуги в обмен на деньги, но просто иногда это не прямые деньги, а вот месторождения. Прелесть здесь еще и в том, что не надо ничего воровать из бюджета, а просто эти деньги сами сразу текут вне бюджета, они неотслеживаемые, да, поэтому когда мы говорим, что за пределы России выведено там триллион, если не ошибаюсь, или уже больше средств, то на самом деле этот триллион ведь не учитывает средства, которые вообще в Россию не попали изначально, да. То есть это один нюанс. Второй нюанс он в том, что, ну, как бы, ИГИЛ, он, как сказать, ИГИЛ, он занимался своими ужасами в рамках своей концепции и был боеспособен настолько, насколько ему позволяли его возможности. А Россия боеспособна оказалась настолько, насколько не успели украсть ее генералы. Да, то есть, причем во всех фронтах, включая информационные, да, очень мало обращают внимания на абсолютный тотальный провал России в информационной войне тоже. А, на мой взгляд, причина абсолютно та же самая. Попилили все, что угодно, и люди не профессиональные сидят, а просто, ну, вот хорошие люди, как бы, которым поверили, там, которым орденок на грудь повесили, там, я не знаю, та же самая Симонян, или кто у них вообще там руководит всей этой, Громов руководит всей этой информационной компании. Ну, как бы, ни одного нормального выступления какого-то знакового лица в западных медиа, ни одного Think Tanks, который бы хоть попробовал бы представить каким-то образом западному зрителю и читателю позицию или аргументацию. Ну, то есть, вообще, ноль абсолютный, только Rush Today и спутник, который никому никогда не был нужен и не нужен сейчас. А во всем остальном, ну, это не армия сегодняшнего дня. Да, в общем-то, даже разрушения в живых районах, по оценкам военным, они определяются просто тем, что там тупо неуправляемые снаряды, неуправляемые ракеты, неуправляемые бомбы. То есть, у них нет ситуации, как у американской армии или как у армии Израиля, когда мы можем положить ракету в окно, да, там ракету не могут положить в дом, ее же там бьют просто квадратами, да, ну, вот как это было во время, под конец Второй мировой войны, как это было в Афганистане. То есть, есть квадрат, его надо выжить, ну, и мочат, как бы, поэтому ИГИЛ в этом плане лучше и идеологически, и, как бы, и в военном смысле. Если бы у ИГИЛа были ресурсы армейские, которые выделили на, там, в России, то не дай Бог бы нам всем. Ну, слава Богу. То есть, получается, что, в отличие от ИГИЛ, Россия проиграла еще тотально информационную войну, не сумев привлечь, так сказать. Проиграла все, что вообще смогла. Россия проиграла экономическую войну. Россия проиграла историю свою. Россия проиграла свой имидж. Нет ни одной вещи, которую Россия бы не потеряла за этот месяц. Россия стимулировала вступление в блок НАТО новых членов. Россия, понимаете, в чем дело? В санкции сейчас введены, да, вот, предположим, просто взяли сейчас, остановили войну, русские оттуда ушли и сказали, все, мы просим прощения, больше ничего не будет. Это не значит, что санкции закончатся послезавтра. Они уже остались. Разумеется, Запад заинтересован и всегда был заинтересован в экономическом ослаблении. Россия, как любая структура, заинтересована ослабить конкурента. И любой вменяемый лидер страны занимается тем, чтобы не допустить, как бы, ослабления своей страны и усиления конкурентов. Даже если принять на веру, что вот нас спровоцировали там и так далее, ну так вас спровоцировали, вас развели как уахов, вы на это повелись. Ну, теперь вот ешьте, ешьте, как бы рубль, который 200, это не предел. И то, что Байден в свое время дважды подряд назвал, что российская экономика пытается продавать доллары по 200 рублей, в России тут же представлять как оговорку, насколько я могу судить, это не была оговорка, это было попытками продать крупные суммы денег через банковские структуры. Да, то есть Россия потеряла все, там больше ничего не осталось, там даже памяти о Гагарине уже не осталось. И это, я говорю, это совершенно не злорадство, это ужасно, потому что на этой территории живут люди, которые могли бы жить как люди, а там все, там больше ничего в ближайшее время не будет. Там нормальная молодежь в столицах, как бы там искореженное немножко восприятие социологии, потому что вся эта строя, она все последние сто лет живет под бандитами, так или иначе. Да, то есть понятно, что там все равно есть внутренние проблемы, но они могли бы от этих проблем уходить, а они к ним вернулись обратно. И если вокруг этой страны опустится окончательно железный занавес, то абсолютно будет непонятно, когда он снова вернется. А править под железным занавесом будут бандиты. Уже не коммунистическая партия с центральными там коммунитетами и секретарями, которые тоже еще те каврики были, но бандиты в чистом виде как бы очень жалко. Я вот от вас впервые услышал вот так вот четко проговоренную мысль, которую сам я давно уже, так сказать, стараюсь обдумать, и возможно она отчасти верна, что Путина спровоцировали как лоха. То есть его заманили в ловушку постоянными заявлениями о том, что нет-нет, НАТО не будет воевать на территории Украины против Владимира Путина. Однозначно. Понимаете, это ужасно, это цинично. Политика вообще, конечно, вещь грязная. Но давайте признаем, что тот же самый Байден, он обязан только перед гражданами Соединенных Штатов. И Европа обязана перед гражданами своих стран. Они не обязаны Украине, они не обязаны Путину, они не обязаны Израилю, там и так далее. И вот сидит этот Путин, да, у себя там в бункере с ядерной кнопкой. И с ним надо что-то делать. Давайте вспомним, как разваливали Советский Союз. Это же как бы известно, это концепция Картера, если не ошибаюсь, в свое время была принята и в рамках ее спокойно все это двигалось. Что вы можете только изматывать эту страну. И эту страну изматывали, во-первых, нацпроектами, как бы затратными, вроде Олимпиады, значит, и войнами, в которые они входили. Это Афганистан, который подорвал экономику окончательно. С путинской Россией поступили абсолютно то же самое. Вы воруете? Разворовываете на здоровье, никого это не волнует. Вы хотите в Сирию? Увязните там. Мы уведем войска из Афганистана, разбирайтесь сами с талибами. Украина, когда они взяли Донецк, начала сосать из них массу денег, как бы. Но люди, которые сидят там у себя во дворцах, они настолько оторван от реальности, они, по всей видимости, этого уже не понимают давным-давно, что экономика их страны это колосс на глиняных ногах, им только кажется, что они сильны. Невозможно ругаться с Америкой, имея при этом голый зад. Очень много стран декларируют свою антиамериканскую позицию. Мексика, все африканские царьки, кого только не возьми, все против Америки. Но если вы хотите воевать с Америкой, вы должны стать Китаем, вы должны иметь экономическую базу. Вы не можете идти против современного Рима. Вы не можете воевать с супердержавой экономической. Военная мощь, она только продолжение этого. Поэтому Путина затащили в Украину. Ты хочешь обескровиться окончательно? Пожалуйста. Ты хочешь получить повод для всех возможных санкций, какие есть? Пожалуйста. Сейчас у него остаются ручейки вроде торговли алмазами, которая до сих пор не запрещена. Да, алмазы, а у Росса попала под санкции только в США и Британии. И то там есть нюансы, которые позволяют им на рынок проталкивать свои алмазы. Но в конце концов, а у Росса это всего 4 миллиарда. Ну нефть и газ, естественно, побольше. Но если динамика продолжится, то мир поймет, что нужно построить экономику, в которой вот этой вот пятнышко, одна седьмая часть суши, его условно нету. И давайте думать, как мы избежим даже не полностью газа российского, а зависимости от газа российского. Даже не полностью алмазов, а зависимости от алмазов. Потому что все эти товары они все равно на рынок попадут. Когда был введен эмбаргон и мир запретил покупать иранскую нефть, иранскую нефть продавали. В любом случае. Только ее продавали по одному доллару за баррель. Как бы мир может обойтись без России, как он может обойтись без абсолютно любой другой страны. Но ни одна страна в мире, включая даже Китай, не в состоянии обойтись без своего остального мира. Поэтому то, что там несут про импортозамещение, это чушь невероятная, абсолютно. Чтобы ее воспринимать, нужно очень сильно напиться боярышника и сидеть целыми днями перед Первым каналом. Иначе это воспринять невозможно. И Путина затащили в это. Он на этом закончится. К сожалению, он закончится вместе со страной. И мне очень жалко. Да, 10 миллионов, 20 миллионов. Молодежь, в первую очередь, которая талантлива, у которой огромный потенциал. Я надеюсь, что кто-то из них успеет уехать оттуда и останется за пределами вот этого чумного барака, пока его двери окончательно не закроют. Эмили, а вот скажите нам, пожалуйста, для Израиля это все что значит? Вот Израилю выгодно такое ослабление российского режима? Да. На мой взгляд, однозначно выгодно по нескольким причинам. Во-первых, Россия никогда на протяжении своей истории не была дружественным государством. Она иногда была открыта, враждебна, иногда нет, но дружественным не была никогда. Если бы Путин не спас Асада, то у нас бы не было явного врага в Сирии. О связях Путина со всеми террористическими организациями, включая Хизбаву, с которыми у них позиционное сотрудничество в Сирии, включая Хамас, которые принимают в Кремле и так далее, известно, можно дальше не повторять. Присутствие России на Ближнем Востоке деструктивно для Израиля. Россия присутствует и поддерживает связи с организациями этими для того, чтобы давить на Израиль. Это разновидность военного и террористического шантажа, поэтому такое государство никому никаким образом не интересно. Это во-первых. Во-вторых, такая дестабилизация, она подталкивает репатриацию евреев из России и Украины. Из России едет очень много евреев сейчас, несмотря на то, что война идет не на их территории. То есть реально это политические беженцы, да, получается? Это фактически политические беженцы, да. Они не получают соответственный статус. Вообще никому никогда почти не дает статус беженцы. Это здешняя проблема. Но это такая вот выработанная политика. Но приезжают украинцы, приезжают израильтяне. Кто-то из них не останется здесь, потому что страна дорогая, тяжелая, с вопросами, проблемами безопасности и так далее, а кто-то останется. И приток людей, причем людей зачастую очень неплохо подготовленных, среди них есть инженеры, в том числе в аэрокосмической отрасли. Среди них есть врачи, среди них есть самые разные люди. Но даже если это просто люди, они же все равно, они вырастут, они научатся языку, у них вырастут дети и так далее. То есть, несомненно, это определенный дополнительный приток людей, что тоже неплохо. Но самое главное, да, мы же говорим про оси. И вот эта ось Россия, Иран, Сирия, ну и еще некоторые страны, Армения, которая в этом участвует, это совершенно недружественная Израилю ось. Чем меньше оси наших противников, недругов, скажем, чтобы не называть врагов, тем лучше. Никакой проблемы для Израиля это нет. Экономический оборот между Израилем и Россией очень небольшой, так что экономически мы не пострадаем. Тем не менее, вот все в последнее время отмечают такую сдержанную, очень осторожную позицию израильских властей, по крайней мере, в публике. Скажите, пожалуйста, а с чем это может быть связано? С тем, что я сказал. Существует опасность террористического шантажа. Вернее, извините, неправда. Существует террористический шантаж, не опасность. Опасность в том, что он будет приведен в действие. У нас многие связали участившиеся в последнее время теракты с тем, что Путин мог дать отмашку на них после того, как израильский МИД ужесточил свою риторику. Это только предположение, этому нет подтверждения, но теоретически это предположение имеет место быть, и оно не возникает на пустом месте. Если бы мы не боялись, что Хизбалла начнет обстреливать наш север ракетами, позиция Израиля по этой войне была бы гораздо более активной. Израиль все-таки небольшая страна, окруженная врагами, которые являются, на самом деле, союзниками Путина. И об этом тоже нельзя забывать, наверное. Вы знаете, далеко не все. Мы же установили уже более-менее вменяемые отношения с Египтом, более-менее вменяемые отношения с Иорданией, даже с Турцией, которая как бы... Дело в том, что даже если какая-то страна является нашим недругом, это в регионе абсолютно не означает, что она является другом Путина. У Путина вообще нет друзей в регионе. У российских солдат на территории Сирии были стрички с Хизбаллой. У России серьезные напряги с тем же самым Ираном, несмотря на то, что она абсолютно загнала саму себя в изоляцию, и поэтому мы разберемся с нашими врагами, мы подружимся с нашими друзьями, мы разовьем, я надеюсь, авраамские отношения, соглашения, которые были подписаны с объединенными арабскими врагами и так далее. Россия переоценивает свое влияние на мир, за исключением ракет, которые у нее есть, и террористов, которыми она может управлять. Ну и последний тогда вопрос. А вот поможет ли России Китай, как вы видите это? Ну и как видите, пока что не помогает. Дело в том, что общая геополитическая стратегия Китая, насколько мне известно, отвергает захват чужих территорий. Для Китая в идеологии Китая. Окупация чужой территории есть грех. Поэтому Китаю довольно сложно это принять. Да, китайская пресса и все китайские социальные сети в один голос объясняют, что это Америка развязала эту войну, что это она спровоцировала Путина, что если бы они хотели, то они бы остановили, но они не останавливают. Это все есть. Китай продолжает следовать в рамках общей своей стратегии противостояния Америки. В этом плане они предпочтут быть вместе с Россией против Америки, нежели еще и Россию против себя настроить. Но серьезной помощи Россия не получится. Вы можете вспомнить, что когда у России начало заканчиваться вооружение, и Путин стал просить его у Китая, он получил отказ, и этот отказ абсолютно ожидаем. Связывают с тайваньской проблемой. Наверняка это взаимосвязано. Наверняка Китай смотрит на то, как мир отреагирует или не отреагирует. Но для Си Цзепиня, как мне рассказывали, вот этот тайваньский вопрос, он принципиален для его политики. Но я думаю, это уже что-то региональное, и опять же к Путину непосредственно не относится. А мысли о том, что Китаю так нужны российские территории, чтобы их заселить, там якобы у них жить негде, то это, по-моему, чистая спекуляция. Китаю не нужны эти территории, а экономически подавить он сможет кого угодно. Благодарю за эту очень интересную беседу. Друзья, подписывайтесь на Ньюсейдер и обязательно заходите на сайт издания детали Эмиля Шлеймовича. Всего вам доброго, до скорых встреч. Спасибо. Поддерживайте украинскую армию. Ссылку я даю в описании к этому видео. Там же вы найдете и ссылки на ресурсы, через которые можете поддержать наш канал. Через PayPal, Patreon, банковский счет и другие. Мира и здоровья вам. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok